всем ни бага ни лага дорогие зрители и подписчики наших каналов с вами жека и собственно говоря наши герои наконец-то пришедшие к ангару с вами артём клим всех приветствую кирилл всем здорово фан-трек андрей еще расскажите лаганула что всем привет ребята и виталий он же вульферин вот и напомню где же мы остановились так это все вверх ногами придется рисовать мы закончили на том что наши герои наконец-то подошли к злополучному ангару прошло больше стерся точно вот уменьшится в размерах пока нас пришли вы наблюдали что здесь аллейка из деревьев когда-то по всей видимости было красивое ли пока немножко взбесился вот здесь решетка и да на кпк у вас было с порядком дофигища народу и еще предлагаю персим мы начнем как вы смотрите на то чтобы так сказать очеловечить нашего нпс-шку ну в плане дать ему хотя бы имя смертник у него такая белая повязка на лбу с красной точкой в центре да и очень-очень любит слова камикадзе то есть его назвать просто этом коми или каме крикадзе да с нами сегодня не будет нашего инженера он у нас на там я за него чуть-чуть по отыгрываю очень жаль кстати что его нет у него сейчас было бы очень ответственная работа чё-то жора кульков кульков пакетики любил как код что ли ну даму вы отрели диких котов шикарно лишь военный как кирилл ну паути шла была раз на ветками малька всем все бывает жора кульков ну жора да просто жора когда даже и чтобы быстро общаться окей наша команда наконец-то подошла к ангару вы предпринимаете какие-то действия и я буду описывать дальше в ситуацию давайте пойдем назад сделай привал там ради прикола с перед тем как самскому вероятно что в этом ангаре кучу людей так я бы сказал что там стопроцентно куча людей по той причине что кпк недвусмысленно нам об этом намекает возможно вы просто ну вот кстати возможно и такой вариант я не отрицаю что в ангаре дофигища людей но дело в том что когда вы подошли уже остановились здесь число людей после этого через минуту начало увеличиваться то есть возможно это в ангаре возможно это где-то вокруг в окружающей территории вас но тогда у нас два варианта либо мы за руки в ноги и вниз либо собираем руки в ноги и куда-нибудь в бок иначе придет кто-нибудь и мы соберемся вниз во всех смыслах но я же вы идею stalker чтобы в бок отойти вот здесь сразу расскажу здесь огромная дверь это все огромнейшее железное здание полностью наверняка толстый металл здесь стоит так правильно хотя пальцем с утра не страшно здесь стоит 2 следующая серия будет с ведущим ниггером здесь такие знаете две плиты волнорезы которые не позволяют заехать автомобилю непосредственно в ангар 2 создавленные плиты это по полметра высотой мы на своем на и решеточная дверь естественно такая ворота вообще волнорезы если у нас был пулемет можно было бы здесь классно закрепиться это я так мысли слух надеюсь предлагают эти в бок я смысл а смысл у тебя полом не так на пролом тоже нет смысла идти ну подойти там хотя бы к двери какой-нибудь посмотреть в какую я не знаю точно у нас есть инженер пусть дверь она химична и камикадзе есть предлагает на пару раз в руки количество людей начинает увеличиваться уже под 45 гоним и короче нпс гони гоним нпс на камикадзе дверь видишь он не я предлагаю я предлагаю ну да послать нпс посмотреть как я ж уверен что в больших вратах должна быть какая-то хоть маленькая дощелка как его зовут ребят камикадзе ворота жора если ты имеешь ввиду вот эти ворота как камикадзе ладно нет я имею ввиду самого ангара ну ангара толстая здоровенная дверь где-то наверно сантиметров 30 40 и она явно открывается электронно а то есть а вот здесь за возле плит что там там ничего нет пространство пустое между плитами и просто нам скорее где-то на стенам если мы пройдем вперед найдем собственно блок управления наблюдаете вы отсюда уже можете наблюдать на здоровенную но она высокое здание понятно да на здании выцвившую когда-то это здание по всей видимости было покрашено что-то в типов голубоватый цвет она уже выцвившая краской на воротах на этим можно сказать так в воротах нарисовано огромное пол солнца ну вот так вот то есть вот допустим ворота вот эти и так пол солнца нарисовано детский садик рамашка если не уже стали для детей не знаю кого это там там уже детей явно нет вот не было что там своим мохом скажи напомним но ты его еще не съел ну ты будешь вот у вас сейчас увеличивается количество людей подходящие возможно к ангару находящиеся в ангаре и ты будешь лазить у себя в сумке что вы конкретно делать а стоите здесь идете куда-то я предлагаю дорогие друзья пойти вперед или как мы в обход найти какую-то лазейку либо сталкера послать на разведку да вот было бы неплохая идея сталкера с нпс заправить в эту вот этот промежуток между ангаром и стенами обойти этот склад вообще посмотреть что там предлагаю послать просто инженера к дверей и чтоб он ее открыл а вот тогда пока прогуляемся нет сталкер потому что он опытный в том плане то что насчет аномалии хорошо канава это нет хорошо пускай сталкер и нпс осмотрит окружность вокруг ангара я с инженером подойду осмотрю дверь внутри ты имеешь ввиду да 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 сталкер и нпс по разным сторонам пускай по одному идут потому чтобы да а то а то мне потом далеко бегать к его трупу там патроны жора жора люди сталкер прикрываете тюрьмы вы что нас делается я иду собственно к ребятам кириллу что я остаюсь подгонять быть 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 под защитой айтута ничего подойдет хорошо ну вы заглянули сюда за угол уже здесь видно что здесь было накрытые на эти такие крыши из шифера недалеко ну то есть вот так примеру понимаешь да и поднимаю когда-то по всей видимости много было ящиков разных накрытый теном тряпками но сейчас ящики уже все от старости разваливались или не от старости или не от старости вот с этой стороны тоже самое душа вы когда заходили вы видели что там так проходит то есть здесь я дальше не буду рисовать но вы примерно понимаете что если представляет что вот так вот примерно ангар стоит здесь ход по бокам в некоторых местах есть дырки в бетонном в бетонных стенах ну или дырки или полностью выломана к примеру допустим вот ну здесь выломана да вот вот здесь выломана стенка нету стенки один пролет бетонный имеет смысл поторопиться с проходом внутрь потому что защищать это место будет очень неудобно если чё но зачем мы собственно тебя и послали а там нет никого вы смотрите инженер подойдя к электронному замку можно так даже выразиться видит что стену просто так не взломать на но не стену дверь не взломать на стене стоит электронный замок который он как видит сразу может открыть но ему надо чуть повозиться но и причем даже его кпк сопряжен с этой системой он может находиться где-то даже в метрах двух от замка спокойно взламываю в это время он занялся взламыванием сказал что у него это займет как какое-то время может быть позиции чтобы есть он пень ну да у нас же тут как раз волнорезы они толстые если только рпгшка или гранаты пробьют я предлагаю вот в случае того вдруг если откроется дверь или там что-нибудь такое стать вот где вот эти ящики вот вот за углы короче по двое стать кому вот сталкеры нпс пускай сталкер жоры и пускай там остаются то есть не менее как он за ней там где они стояли а вы ездите на рынке а что мы тут охранять будем нас да ничего а вот я стану над на другой угол и со мной пойдет биолог и медик идем не паснет слышат ну он тебя подозвал я пошел я так понимаю это вообще ангар не нам не настолько уже большой чтоб ну там не слышит друг друга это оружие можете общаться спокойно ну так вот примерно как мы сейчас в общем-то понятно хорошо какие-то еще действия может кто-то что-то вот теперь ты можешь допустим комикады охраняй инженера я тут как бы и сам справлюсь в забор высокий вокруг метра два с половиной то есть он нас закрывает да 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 вас не видно если вы об этом я хочу подойти посмотреть что было в ящиках ты подходишь скорее всего когда-то здесь завозили провизию потому что какие-то старые очень довольно банки какие-то этикетки хлеб там сольпром там к примеру я не знаю ребят есть у кого какие предложения еще по действиям я в принципе стильно слить за входом и чтобы сзади не подошли если кто-то что-то хочет сделать то делайте пока я не начал с другой стороны ангара противоположно есть ли вход вы прошли туда нет полностью ангара окружена полностью никаких дыр ничего тупич ну ты в основном дыры где-то знаешь но я не знаю с руку допустим эйгра пролезет человек кирилл да ведь можно что синий да да синий кирилл товарищ командир как вы думаете они все ведь в ангаре да такой просто вопрос зачем этот медик все люди в ангаре ты спрашиваешь ну да все вот эти вот да я не знаю не знаю я на ваш дом с моим деталью когда там часто я вообще никого нет но если учащих ручьям спускаем ребятки это с предохранителей пушки на двери кто на выход держит только хочет зачем предохранитель церкви в общем то держим всех на мушке все другие друг друга тоже а зачем строка но спины в спине прикрываем а вдруг контролер ну бывает всякая да чака по сути данного данным за угол толку я буду стоять так за какую уже не опору о которой как рядом с которым я стою как раз но так же но типа того но что я как раз мог спокойно следить за ним и оставаться в укрытии хорошо что это пока все там занимаются я же как ученый буду в общем осматривать собственно своему ну ты открыл свою сумку она у тебя довольно обширная большая там у тебя знаешь есть такие как они блендер или нет то есть пробирка в которую что-нибудь накид кидаешь ставишь она там крутится и делает анализ днк еще там еще я не биолог ну представьте себе такое хренаси да я там переносная чуть ли не лаборатория такая мини-мини лаборатория такая знаешь а я могу бомбу не знаю короче ты попытайся но только перед тем как будешь пытаться нас предупредить чтобы подальше отошли несколько часа несколько часовой это такой анализ выдал тебе результаты по муху ты видишь что данный мог очень не нестабилен в плане он здесь не по идее в этом месте не должен вообще абсолютно расти данный мог должен расти приблизительно в районе его в чаще встречали в районе зоны именно непосредственно около чернобыльская с прям вот там но он намного меньше издает радиационного фона естественно при съедании его могут быть какие-нибудь не совсем положительные эффекты в виде диареи и так далее приятно да и плюс что он содержит намного меньше это я уже говорил это радиация плюла плюс возможен какой-нибудь эффект виде галлюцинации пацаны давайте короче до косички закурим только звуковод будет усложнение у меня сумки нету это ты это сам понял ты это можешь либо сообщить кому-то либо не сообщать как пожелаешь пока никому сообщать не буду более буду есть какие дешевыми этом пробирки еще что никаким тесты на ты на что на все на прочее что что ты хочешь протестировать ну например как он будет действовать на живые ткани например если соприкасаться там будет ну ладно давай это еще какое-то время у тебя займет ну ты же все-таки биолог это я только запиши чтобы об этом вспомнить потом я так украткой не напоминал окей то есть вы стоите в этот момент в группе из трех человек инженер там своим делом занимается у себя в ухе кирилл лебедев слышит некое потрескивание лебедев лебедев на связь лебедев я на связи и микс лебедев на связь выйдите лебедев на связи чё прям при всех лебедев на связи тихонечко все так обернулись вот-вот я так всем все нормально лебедев на связи лебедев что у вас там случилось с вами не было связи больше десяти часов по сути тут что тут только с вами не случалось в общем то все нормально потерь нет все по-прежнему пока что подходим к какому-то неизвестному ангару кпк указывает это цель нашего путешествия мысли 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 на и команда так этого не слышишь я знаю да мы ж не знаем что это еще цель смысле нам же фотография показывали самом начале а именно этого ангара да то вообще-то да хорошо это цель вашим значит мы у цели пытаемся войти внутри ангара заполучить какую-то информацию пока что ну то есть инженер занимается как раз кодировкой кода на дверь партии не я не знаю все в порядке в общем то это вы будут указанием мы с вами последний раз связывались больше 10 10 часов назад вот что-то очень плохо со связью там невозможно неизвестно возможно ли будет выйти на связь в будущем мы сейчас подсоединили все наши последние спутники чтобы с вами связаться если вы не обнаружите у вас не будет возможности с нами связаться в будущем то действуйте по протоколу который был ранее вам задан что там насчет моха маха маха насчет моха маха пока что неизвестным хом еще никто не занимался ну то есть я же не видел еще до этого что что он там творил или или видел ну ты видел но для тебя это китайская грамота это военный возможно даже если дадут он по поводу мха еще пока что ничего не известно этот вопрос оставим на самую наверное последнюю очередь хорошо что ли что-то еще нет все действуйте по протоколу возможность по возможности свяжемся до конец связи я не знаю как общаться с начальством про святошь да у конец связи в этот момент инженер подходит говорит у этого ангара очень странная защита у электронного замка чувствуется что защита довольно старая взломаю но блин это неожиданный поворот для меня честно говоря я ожидал что здесь защита будет попроще чувствуется какая-то рука какого-то хакера здесь поляльно побывала вот очень тяжелая защита но я скоро буду скорость скоро все сделаю как нафига ты отвлекаешься ну он за решился это сообщить он нам попутно он разговаривает и попутно болят на кпк информацию количество людей на кпк у вас не увеличилось уже было как 45 лет от примерно ну 45 допустим так и осталось кирилл предлагаю посматривать в бинокль собственно я возьму оптику свою дабы если вдруг кто будет перейти минус перейти чтоб моих заметили ну так на перекрестие то есть да ты смотри по того ну у тебя просто ну а я вам по центральной могу смотреть хорошо только впереди если вам что-то надо сообщить друг другу вы как бы ты ты за углом ты хотя бы я не знаю выдвинут в смысле я вот как раз за углом но я же объяснял что я за углом для того чтобы ну корпусом не светить а так высунулся сказал шум сагра окей вы слышите странные шаги за этим ангар за этой стеной шар 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 по снегу готовится именно кикфор клим слышит эти жени народ шухи шаги остановились я тихо сказал мать вашу ну а ты думаешь там надо громко через стенку то и спали вот так хорошо я не знаю два с половиной метра сцена припускает это нпс сталкера подкинет туда наверх пускай посмотрит сверху вас половиной метра я течу акроба акробатист что ли ну смотри человек в среднем метр семью логич то они это 70 плюс метр семьдесят на руку туда а то что представлять себе виды лучше было забором когда сталкер подлетает над забором такой ууу уууу привет пушки нет пошел и я пас если только не послышались с этой стороны тоже нормальный ребятки готовимся тогда плотно это цирковой номер отменяется ухо а вот там где медик стоит там что там окошко или нет там да Там пробитая стена Нету плиты Одна упала Я говорю, Родеон, ну-ка глянь, кто там Жарится По башку там это высунется Да-да-да, просто вот так вот Не то, чтобы там всем корпусом Одним глазком глянь Родеон ушел в себя Родеон, блин, посмотри Давай я посмотрю Ну давай, давай А я забыл, кстати, как биолога зовут Леонид Леонид Харченко Леонид, иди в этот Ужкий проход, защищай Детая 300 Леня, ну-ка глянь, кто там Он высовывает голову И наблюдает, что там человек 15 Шорхает В начале ангара Шорхает именно? Ну идет, хрустит по По снегу Все одеты Все одеты в довольно-таки Ну как тебе сказать Комбинозонт наверх натянут еще и Щиты Щиты, говорю, эти Бронежилет натянут Прямо наверх Советую быстро 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 С автоматами Думать и реагировать Иначе нас тут очень быстро Павел Если ты не уберешь голову Сейчас тебя заметят Убирай голову, конечно же Все Хватит мне смотреть туда Сообщай Я Сообщаю, что человек 15 Вижу людей Одетых в бронежилеты Все в костюмах Довольно хороших И с автоматами И нам жопа Предлагаю как-то Переговорить с ними Иначе сейчас Такой щучок Я так с легкостью Не то чтобы там толкаю Или что Отодвигаю как бы Биолога Вот Скидываю Свой автомат Как Рэмбо вперед Нет, не то что как Рэмбо Не вылетая Тихонько Тихонько С этой вот дыры С поднятыми руками И выхожу Ничего вам Не говорил вообще Никому ничего Окей Окей Отходил Что Казалось, что пока Меня не было Группа из 15 человек Вышла из-за ангара Ей навстречу Выходит Кирилл Лебедев Без оружия Сейчас проверим Что с тобой случилось Мы помнили его Как смелого Крового человека Идет очередь И она тебе Простреливает ногу Сразу же Ты падаешь С криками Мы его помнили Как Медик Ладно Будет кто-то Что-то предпринимать Тут лежит Окроваренный Ваш командир Далековато будет Я пытаюсь Я стараюсь С нему подползти Не надо тебе Ползти тут Двух с половинометровые стены Подползать Убин онлайн Так а где он Сейчас я не понял Вот он За ворота За стеной Лежит И караванная Андрей Руки в ноги И его Утаскиваете обратно Ложусь Жека на пол Собственно И Втягиваю Руками Его Да Втягиваю Пытаюсь Пытаюсь Помочь Главное Вытащить Агрессивные Ребятки Попались Медик Делать Что-то Будешь Медик Давай Иди Я зову Мпс Вы мою сумку Просрали Идиоты Первую Первую помощь Оказывай Ты можешь Остановить Так не мешайте Сейчас я все сделаю Сейчас пытаюсь Я нашего Гримы Командира Что Там сколько Три-четыре пули В ноге Две на вылет Две остались Там одна пуля торчит Камикад Еще торчит Камикад Позиция Руковые Вытаскиваю Пули Хорошо Ты пока Занимайся Медикамент Лечением Кирилл Клим Я бы вам советовал За волнорез Спрятаться А не вот прям там Сейчас граната Пролетит И Мне придется копать Три могилки Вместо одной С этой стороны Послышался бег Послышался бег Прямо Сказал Камикад Вон смотри Если что Лупи от души Что ты говоришь Как бы его не взлупили от души А дальше Пистолет Собственно Взвожу пистолет И наблюдаю за проходом В стене Ты тут так и стоишь Да Посредине Да Не посредине Естественно Отойдя С этой стороны Сразу Сразу Зайдет В голову Сразу Попытаться Хорошо Вы медик И военный Вы куда Вы тут будете лежать Или куда-то Отползете Да не Ну Отползем Давайте Отползем Отползем Я думаю Туда Может к ящикам Или куда В смысле Каким ящиком Да нафига К ящикам Там защита Херург Блин Ну давай К волнорезу Хорошо Не Ну там просто Реально Двери откроются Прикинь Насколько быстрее Можно будет свалить Еще Я бы тебе Кирилл советовал Вспомнить Что у тебя Гранаты есть Ну По крайней мере Гранаты Ну я Да У меня У меня У меня У меня Одна У меня Граната У тебя Было Три Гранаты Изначально У меня Было Три Одну Украл Клина Откуда Ты знаешь Ни хрена Ни хрена Ни хрена Мы не знаем Что он Украл Ты знаешь Что и пропало Ну и да ладно А вывалил Так я понимаю Что я не знаю Я говорю Сколько у меня Гранаты Стало То есть Что Одну я выбросил Одна у меня Хорошо Клим Что-то Будешь Сейчас еще Посмотрим Откуда Кто пойдет Советую Либо Кириллу Воспользоваться Этой Гранатой Потому что По-моему Проявление Агрессии Было Достаточно Понятно А кто Оранжевый Виталий Я Стою Уколо Прохода Жду Ну я считаю Что тоже Кину Кину Гранату Пускай Перешлет Гостиниц А они Все Где еще Эти ребята Подожди С этой стороны Идет 15 человек Минимум С этой стороны Идет Еще неизвестно Сколько человек Вы слышали Шаги Клим Заяви Действие Какое-то Я Продолжу Стою Кирилл Командир Киньте Мне гранату Я постараюсь Я перебрасываю Свою гранату Леониду Хардженко Нашему биологу И возлагаю Всю надежду Удачи Мерикен Реонид Закончил Переминтовать Подожди Ты еще не закончил Ты еще бинтуешь Я еще бинтую Я собственно Гранату беру И выдергаю Чекую Подождите Подождите Тайте мне За этих товарищей Походить Они же там Все еще идут Они там стоят Все Музыкальная пауза Музыкальная пауза Музыкальная пауза Субтитры создавал DimaTorzok